Ещё до своего рождения на протяжении 9 месяцев беременности первое, что слышит ребёнок – это удары материнского сердца. Голос мамы, её тепло и заботливые руки, внимательный и любящий взгляд, ощущение уюта и безопасности – это то воспоминание детства, которое через всю жизнь проносит каждый человек. А ни с чем не сравнимое счастье материнства помогают обрести каждой женщине в Брестском областном родильном доме. Я работаю в отделении, где беременность завершается безграничным счастьем материнства. И для того, чтобы это было успешным, круглосуточно и самоотверженно работает весь наш коллектив. У нас в сутки бывает разное количество родов, иногда это урожайные сутки, когда мы имеем 20 и более малышей, иногда это более спокойно. Но всегда работа ведётся круглосуточно и постоянно. Каждый год у нас проходит обычно 14-13 двоен, и, как правило, есть одна тройня. Единственное, что в прошлом году тройни не было, а так в 2018 году, в 2017 году было тройня и в 14-15 двоен за год. Примерно на одном уровне находится. Опытные сотрудники Брестского роддома помогают появиться на свет тысячам малышей в год. Но первые роды для каждой мамы – то самое важное и незабываемое событие, после которого меняется и сама жизнь, и мировоззрение в целом. 8 октября я в первый раз стала матерью. У нас родился замечательный сын, назвали мы его Александром. Радости нет предела. На самом деле это огромнейшее-огромнейшее счастье, потому что раньше я, наверное, на всё как-то смотрела по-другому немножечко. Впруг вообще сказал, если будет девочка хорошо, если будет мальчик хорошо, потому что самое главное, чтобы это был здоровенький ребёнок, чтобы всё было хорошо. Ну, сказала всё равно, за девочкой, как ни крути, ещё пойдём. А вот в семье Серко буквально два дня назад родился уже второй мальчик. Папа и двухлетний Стас принесли маме необходимые вещи и продукты. Но это как раз тот случай, когда Аист принёс сына по семейному заказу. Кто у вас здесь в роддоме, почему вы пришли и с кем? У меня здесь жена с ребёнком, с сыночком. А это мой старший сынок. Ну, какие у вас эмоции по поводу рождения сына? Ждали ли сына или надеялись всё-таки на дочь? Нет, мы ждали сына. Ну, мы хотели сына и ждали сына. Если самое значимое место с момента появления на свет малыша отделения роддома, то второй, не менее важный пункт – отдел ЗАГС, где родители регистрируют новорождённого и получают свидетельство о рождении ребёнка. Пришли зарегистрировать нашего малыша. У нас первый малыш, долгожданный. Родились мы 30 сентября. Вот, выписались и сразу за документом. Когда к нам в отдел ЗАГС приходят наши родители на регистрацию новорожденных, каждый из них присваивает своему малышу то имя, которое они выбирают совместно. Оба родителя – и мама, и папа. В этом году у нас мальчишек на 95 уже больше зарегистрировано, чем девочек. Самые популярные имена среди мальчиков у нас в этом году. На первом месте у нас Михаил. Затем идёт у нас Максим, Артём, Тимофей и Даниил. Среди девочек пользуются самым популярным именем – это у нас София. Мария и Ева у нас делят второе место. Анна у нас на третьем, Дарья на четвёртом и Алиса у нас занимает пятое место. Но в конечном итоге имя малыша и его пол – не самое главное. Для материнского сердца важно, чтобы ребёнок был здоровым и вырос достойным человеком. Всё лучшее, что есть у каждой женщины – любовь, нежность и заботу она старается отдать своему ребёнку. И именно поэтому сегодня, в двойной праздник – День Матери и Покров Пресвятой Богородицы – у каждого из нас всегда есть самые искренние слова благодарности для тех, кто дарит жизнь. Я искренне пожелаю всем мамам быть самыми счастливыми, быть самыми любимыми, быть самыми, наверное, желанными. Но самое главное – я им всем пожелаю крепкого-прикрепкого здоровья. Здоровья, сил, терпения, любви от родных, от мужей, от детей, взаимопонимания в семье и мирного неба над головой. Быть тоже окружёнными любовью в первую очередь, заботой со стороны сильных половин и со стороны семьи. Маму никто не может заменить в жизни, поэтому я хочу, чтобы все женщины испытали это счастье, чтобы они без страха приходили к нам рожать и чтобы возвращались снова и снова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!